Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моим пустым баночкам за апрель, которых очень много накопилось, как мне кажется. Начну я свой обзор, пожалуй, с этого очень классного молочка, которое мне Аленка, если ты меня смотришь, привет тебе, и большое спасибо подарила при нашей встрече летом. Мне его хватило чуть меньше, чем на год, ну, наверное, месяцев на 9. Очень классное молочко, молочко для снятия макияжа, молоко и лесные ягоды Dolce Milk. Тут осталось, ну, буквально, может, там, не знаю, может, попробую свой сделать. Я оттуда выдавливала уже самые остатки. Наверное, уже не получится ничего. Да, ничего уже не выдавливается. В общем, белое, хорошее, нежное молочко. Просто шикарно пахло. Я им удаляла помады и блески с губ, просто пользовала как молочко для лица очищающее. Оно мне очень понравилось. Второй вариант молочко, которое мне Аленка дарила, я подарила своей подруге Маше. Ну, просто получилось так, что она сделала запрос, вот на 8 марта я хочу молочко для лица, и у меня как раз было это. Ну, и, в общем, мы обе остались довольны. Флакончик тут 125 мл. В общем, если мне вдруг где-нибудь попадется это молочко, и даже не обязательно лицные ягоды, а именно вот дольче мелк молочко для снятия макияжа, то я обязательно его себе приобрету, потому что оно мне очень понравилось. Ну, и еще раз спасибо, Аленка. Так, вот это детский крем. Флорисан. Смягчает, увлажняет кожу с экстраком калентулы и масла персика. Гипоаллергенно. Тут 200 мл. Он мне достался в поменяшке год назад от одной девочки. Потом я узнала, что он продается в фикс-прайсе. Я, в принципе, ничего против фикс-прайса не имею. Там есть некоторые линии косметик довольно хорошие, и некоторые продукты тоже, в принципе, неплохие. Ну, в общем, мне его хватило на год. С хвостиком месяцев на 13, наверное. И он довольно неплохой детский крем. Я его пользовала и как крем для рук, и как лосьон для тела. И когда племяшка мелкая приходила в плане как детского крема, и бабушка мне его брала просто как детский крем. Очень хороший. Несмотря на то, что вроде как, считайте, можно купить сейчас его за 50 рублей. Да, вот 50 рублей 200 мл. Ну, год назад он, наверное, стоил там 47 или 45, сколько этот фикс-прайс был. В общем, неплохой такой крем. Ну, и, в принципе, мне больше нравится, конечно, вот с календулой Гринмамовский. Но, если вот так брать, то мне чисто из-за, точнее, не календул, а череда там. Чисто из-за череды нравится. А так, а это тут с экстрактом календула. Так, в принципе, если брать, то как детский крем, он очень хорошо управляется со своими функциями. Но он мне успел поднадоесть. Я уже его куда только не мазала, думаю, когда же ты закончишься. Большие объемы все-таки лучше, мне кажется, не брать, потому что, ну, продукт действительно надоедает. Это шикарная маска. Питательная маска, восстанавливающая для поврежденных волос. Корень лопуха и математичка. 150 мл от Гринмамы. В общем, я действительно, когда раньше пользовалась, и мне хватало ее на 2-3 применения. Потому что волосы у меня были довольно, ну, по сравнению с теперешними, они у меня были все-таки 2 раза длиннее, когда я тогда ей пользовалась. Теперь мне ее хватило на очень-очень много применений. Она несколько жидковатая и, в принципе, по консистенции смахивает больше на какой-нибудь бальзам для волос. Но она действительно очень хорошая. Не сказать, что у меня там волосы как-то подросли или еще что-то. Видать, меня когда стригли, попали, как говорит моя подружка Маша, на какую-то фазу Луны. Я, правда, в эту всю фигню не верю и как-то не очень понимаю все это отношение Луна и стрижка волос. Но волосы у меня что-то с последней стрижки очень медленно растут. Когда меня Женька стригла, как мы сегодня с ней эту тему обсуждали, мне волосы просто вымахивали быстро. Вот поэтому я не люблю парикмахеров. Либо подстригут как-то не так, либо волосы от них не растут. Либо еще волосы после них секутся. Вот раз волосы у меня не секутся, не знаю, слава какого-нибудь Богу. Я бы сказала слава черту, но подозреваю, что некоторые из меня смотрящих оскорбятся. Я буду писать камень, так как же черт, то есть все пятое-десятое. В общем, вот эта маска очень классная. Я периодически беру, она мне нравится, я ее могу посоветовать. Ну, ее можно держать как один-два часа, а можно несколько минут после шампуня. В общем, очень классная маска. У меня волосы после нее были пышными, я ее практически каждый день пользовалась. Ну, не скажу, что каждый день, но все-таки это довольно часто. Так, ну и тут пошли гели и фраше. Это, не смотрите, что она пустая, чистая такая. Я просто некоторые гели, которые заканчивались, чуть оставлялась. Я их использовала уже как пену для ванн. Это из элементированной коллекции нового года, этого года. Пряные цукаты, 200 мл, гель для душа, апельсин и корица. Очень классный, кстати. Вообще, эта серия мне очень понравилась. Я думаю, да, запах еще остался. Он еще сделан во Франции. Если вы все-таки увидите, еще может где-то продается во фраше, то вот я его советую. Очень классный гель вообще, и фрашеские гели классные, хорошие, хорошо пенятся. Кожу очищают, не сушат, в основном не сушат. Ну и сам аромат такой, конечно, не все-таки на холодное время года, на зиму. Так, еще у меня вообще, как я сегодня обнаружила, я сама забыла, какие у меня баночки, вся серия была вот именно в плане гелей. Тоже пряные цукаты, тоже и фраше, это гель для душа, апельсин и миндаль, 200 мл. Ну, вообще, запах апельсин и миндаль мне почему-то не очень понравился. Не знаю, почему, сейчас даже нюхаю, каким-то лекарством мне напоминают. Но я его все-таки заюзала. Я его добавляла в тазик, вместо пенки, ну, в общем, для ног. Хотя я тут на два месяца что-то забросила, эти свои процедуры ножные. Как-то все или лень, или засыпаешь раньше, чем соображаешь сделать эту ванночку. Ну, тут решила снова возобновить. Вот как раз я его в основном использовала, как пенка для ног. Тут даже еще какие-то капельки остались желтенькие. Ну, вообще, если вам аромат такой нравится, сочетание апельсин и миндаль, то я вам тоже советую, потому что, в принципе, неплохой. Это меня запах просто отталкивает. И последняя вообще моя любовь и всей этой троицы, это тоже лимитированная коллекция пряная ваниль 200 мл. Именно, да, вот гель для душа пряная ваниль. И вот пряная ваниль, не то, чтобы там вот именно ваниль ощущаться, но я даже не знаю, как передать, но запах очень такой. Я бы, наверное, не вылезала из-под душа. От этого запах очень классный, нежный такой. И на теплое время года, и на холодное очень хорошо подойдет. Я даже с ним, вот я заметила меня с этим гелем на душе, иногда по полчаса торчало под душем. Прям вдыхаешь и вдыхаешь, очень классный. Так, это у нас и фраше был. Сейчас у нас, кажется, пойдет Эйвен. Это Эйвен бархатистая роза и персиги для душа, освежающая 200 мл. В принципе, вот мне это Эйвен Нейчелс для тела. Мне вот такая серия гелий очень нравится, больше, чем Сенсус. Они хорошо, ну, по моим меркам, исключительно они хорошо пенятся. И именно потому, что они дают хорошую пену, они мне нравятся. Ну, в общем, он мне нравился и по запаху, и по качеству пены. Я его добавляла как в пену для ван один раз, и как гель для душа в основном использовала. Ну, не знаю, если он в водке по какой-нибудь скидке, потому что Эйвен Нейчелс, я смотрю, не постоянно. В принципе, где-то 129-135 рублей стоит, и мне, откровенно говоря, жаба душит. А в наборе покупать мне как-то не идет, потому что я не люблю вот эти спреи для тела. У меня и так духов дофига, которые, кстати, будут сегодня в обзоре. Ну, и лосьоны тоже. У меня сейчас очень много всяких там молочков, молочки, крема для тела и прочее. Это Гринмама и Фраше, и Эйвена, кажется, в запасе, как так называемых. Поэтому, в общем, я бы лучше его по скидке какой-нибудь купила. В общем, такой гель, я его вам советую. Вот этот, на мое удивление, он меня разочаровал. Исключительно запахом. Я почему-то думала, что цветущая сакура, гель для душа освежающий, 200 мл, тоже Эйвен Нейчелс, он мне понравится, но я его использовала в основном как жидкое мыло для рук. У меня было три таких гелика, ну, именно вот количество. Один я подарила, один у меня кто-то из родни для кого-то там купил. И один я решила себе оставить, потому что вот, купила, то есть все, надо попробовать. Он уже ничем не пахнет. Но что-то мне запах не пошел, и мне даже кажется, что он как-то пенился хуже, чем остальные из этой вот серии Эйвен Нейчелс. В общем, брать я его точно больше не буду. Так-с, еще у меня тут гель для душа. Так, тут все наложила, не забыть бы, что я уже сделала в обзоре, а что еще не упомянула. В общем, вот этот вот детская серия Эйвен Нейчелс Китс. Оранжевое настроение, гель для... Детский гель для душа, пена для вам 250 мл, без слез. Кстати, насчет без слез, хочу сказать, что со слезами, потому что я такой дарила Матвейке. И, по-моему, вот... Не, вот этот-то я не знаю, может он, конечно, и без слез. И дарила своей мелкой племяннице, дочка моей младшей, двоюродной сестры. Из серии детской, где вот от нуля плюс, там что-то с лавандой было, и она на себе сначала все тестировала, как мне родная сказала, и сказала, что все-таки слезы бывают. Может, конечно, у детей не бывает, но у трос в ходе были. В общем, суть такая. Вот сейчас только обнаружила, что тут можно отклеить и посмотреть какую-то информацию с этой стороны. В общем, что хочу сказать. Мне почему-то запах не понравился. Хотя вот из всей этой серии я сейчас пользуюсь клубничкой. Еще у меня там стоит вишенка в запасиках. Мне они очень нравятся и пенятся, и хорошо пахнут. Но вот у этого, мне почему-то кажется, что запах какого-то лекарства. Так же, как вариация и фрашерского, апельсины и миндаль. В общем, я его использовала в основном как жидкое мыло, или пару раз, там один раз в роли геля, после чего поняла, что не нравится он мне. И в основном как жидкое мыло, или как пенку для ножных ванночек. В общем, не буду я такой больше брать. Хотя, в принципе, пенится он хорошо. Так, вот у меня зубная паста наконец-то закончилась. Блендамет, биофтор, ромашка. Мне ее на Новый год подарила одна моя подружка. Ну, вроде как, подарок на Новый год. В общем, мне ее что-то, сколько тут, не знаю, 100 мл. Мне ее что-то не на три месяца хватило. В общем, она наконец-то закончилась. Хорошая зубная паста. И, по-моему, она вот как раз тот именно брендамет, который делают там в Германии, или еще где-то. У меня подружка Маша покупает исключительно то, что делают мне в России. И уверяет, что качество якобы разное. Не знаю, как, правда или нет. Потому что как-то не особо в этом разбираюсь. По мне зубная паста, она и в Африке зубная паста. Так, то у меня закончилась. Хоть тюбик и надутый. На самом деле ничего уже нет. Вот. Так, вот сдуем его. Это Грин Мамовский. Очень классный. Нежный пилинг для очень чувствительной кожи. Малина и овсяная мука. 100 мл. Он мне очень нравится. Он такой действительно нежный, консистенции, хорошо скрабирует. Ну, и тут 100 мл. Я могу его посоветовать. Единственное, он, мне кажется, все-таки завышенная цена. Он 300 с чем-то стоит. И если я вдруг буду брать, то, скорее всего, теперь только по скидке. И да, в Грин Маме сейчас снялись эти бонусы за красоту. Снимается накопительный бонус. Я не представляю, что там еще будет. Но у нас появилась доставка в Углич на базу выдачи продуктов Озон. И вот я сделала два заказа. Истратила свой бонус за красоту. И еще там у меня был накопительный бонус. Там заказала себе и Маша. И вот на этой уже, наверное, неделе получу или на следующей. И вот тоже у меня два обзора этих заказов. Так же, как обзор Эйвен по восьмому каталогу. 5 мая я забираю. Ну и, в общем, если вдруг у меня будут какие-то бонусы, или там будут, допустим, подарки, или хотя бы он будет по скидке, то я такой себе приобрету. А так это, я считаю, что все-таки очень дорого. Это 100 мл. 300 с чем-то рублей. Потому что, в принципе, это уж тогда лучше купить на развес в Ривгоше тот скраб-маску, которую я тогда с грязским орехом показывала, как-то пустые баночки. Так же у меня закончилась планета СПА сияние Востока с экстратом белого чая, очищающая средство для льда 150 мл. Мне очень она понравилась. У меня стоит в запасиках, но я этот запасик пообещала Аленке. Тогда еще на 8 марта, но теперь уже отдам при следующей встрече. Не знаю, когда у нас, конечно, состоится. Она, во-первых, очень экономичная. Намного, надолго ее хватает. Хорошо справляется с загрязнениями. Смывает превосходно этот бальзам для губ. Вот этот вот. Вообще любой бальзам и помады, и блески, все, что можно. В общем, она мне очень-очень понравилась. И, возможно, я потом как-нибудь себе закажу. Сейчас у меня стоит другая, тоже ивановская умывалка, там от серии Кэр. Алоэ и что-то еще такое. И имбирь, кажется. В общем, я даже не знаю, с чем ее сравнить, но мне даже кажется, круче, чем гринмамовская с ромашкой подобного типа. Тоже прозрачная, тоже келеобразная. Очень классная пенка, я вам ее советую. Такс. Вот это у меня закончился. Маленький флакончик, кстати, сейчас надо глянуть, потому что я не знаю, сколько у меня там осталось времени. Так, ну у меня еще есть сколько-то там, 14 минут, наверное. Так, это у меня закончился пробник Sensitive Vegetal увлажняющий, успокаивающий крем 10 мл. Наверное, увлажняет, успокаивает кожу. Ну, утром и вечером его можно было наносить. Очень классный, нежный крем. Вообще, конечно, я люблю в подарок подобное получать. Я специально выбирала наборчик в подарок. Там туалетка была и два крема для рук, которые будут в обзоре как раз сейчас. И вот этот вот. Нежненький такой крем хороший. Полупрозрачной белой консистенции. Не знаю, осталось ли там еще что-то. Да, вот что-то еще осталось. Вот такой вот. Никакой липкости, ничего. Он очень такой гладкий. Кажется, что там, мне кажется, глицерина сверх дофига. Он очень быстро впитывается. Никакой липкости даже не ощущается на коже. Очень классный. Я подозреваю, он стоит тоже дофига. Ну, я бы, наверное, себе, конечно, его не купила, но в подарок вот такую меньку я бы вполне хотела получить. Такс. У меня еще закончился вот такой тоник. Тоже в подарок я его получала. В оффлайновском магазине покупала антивозрастное очищающее средство 3 чая детокс. 200 мл. Мицеллярная вода для снятия макияжа и эффекта возрождения. Ну, действительно, смывает макияж. Ну, у меня из макияжа, как вы все знаете, или те, кто новый, пришел смотреть на мой канал, я пользуюсь на новом только блесками и помадами. Как-то меня просили обзор делать теней. На данный момент у меня нет вообще теней никаких, кроме очень-очень старых рубирос. Я ими иногда рисую. Они где-то убранные. В общем, тенями я не пользуюсь. Из косметики я пользуюсь только блесками и бальзамами. Ну, и помадами. В общем, очень хорошее. Хорошо удаляет. Классный такой тоник. Единственное, он очень быстро заканчивается. Мне его хватило только на полтора месяца. Читаю, что тут объем 200 мл, а в эйвановской розовой воде, которую у меня Аленка долила, там было 150 мл. И вот 150 мл Natural Seven кажется в серии мне хватило на 2 где-то с лишним месяца. А этой мне хватило даже меньше, чем на полтора месяца. Ну, в общем, недель на 5, наверное. Но мне она очень нравится и в принципе я бы, конечно, ее не купила, потому что мне чисто на нее жаба задушит деньги тратить. Но если мне снова предстоит как-нибудь получить ее в подарок, то я буду не против. Я вам советую, она в принципе хорошая. То, что она, я раньше все вопила по поводу антивозрастных средств. Не знаю насчет антивозрастных, но мне она очень подошла в этом плане. И тут то, что этот чай зеленый и она мне раньше попадалась как-то в пробниках 30 мл. Она мне очень-очень понравилась, очень нравится. И я даже не воплю, что вот антивозрастная, то есть все. Мне кажется, что это все-таки преувеличение насчет антивозрастной. Она просто вот как заменяет пенку для умывания и молочко для снятия макияжа и тоник. Очень классная вода, я ее советую. Так, еще у меня тут закончился этот маленький кремик из того же как раз с этой серии с моего последнего заказа цифровая подарка. Растительный уход для красоты рук. Влажняющий крем для рук длительного действия 30 мл. То, что крышечку нельзя открутить, это, конечно, минус, потому что там еще что-то осталось. И после обзора я его разрежу вот здесь и попытаюсь достать, потому что, в принципе, крем очень хороший. Я такой полноценный формат дарила, может, года два, лет назад своей тетушке. Очень, ну, не то, чтобы сказать, что очень густая, но довольно густая консистенция. Тут у меня уже ничего не выдавливается, потому что надо все-таки разрезать. И он действительно длительного действия в плане, что, допустим, нанесла на руки, он высох, да, питался, он не липкий. Ну, он все-таки, мне кажется, я уже не помню, возможно, он все-таки липкий. Не буду врать, потому что давно это было, буквально несколько дней назад я его в свой пакет с пустыми банками засунула. Но, если, допустим, через какое-то время получилось так, что пришлось помыть руки, а у меня такой маразм, что-то я липкое трогала. Это исключительно из-за того, что у нас, сколько я себя помню, пчелы, и летом, когда качали мед родственники, то везде вот, а, липкая, липкая, мне хочется руки помыть. В общем, мне этот маразм этих чистых рук, и, допустим, потрогала деньги, пришлось мне помыть руки, да, и, в принципе, после этого не надо наносить сразу крем, потому что он как-то действительно увлажняет. Короче, я советую вам такой крем, или, если будет выбрать, будете делать на сайте, там, в каком-нибудь наборе вот, подарок, или выбирайте в подарок, или покупайте форматный тюбик. Но мне, в принципе, его хватило на месяц, учитывая, что я довольно часто пользуюсь кремами для рук. Очень классный. Так, да, духи я оставляю на потом. И последнее у меня, вот из этого уходового, у меня, наконец-то, закончился Аленкин бальзам для губ. Он, конечно, очень классный. Он хороший. Единственное, что он лично мне не подошел после нанесения, через какое-то время у меня начинает дискомфорт на губах, на коже губ, он начинает меня щипать, будто бы это с мятой. Но обычно мятные, там они все-таки щиплют, бальзамы, да, вот как у меня вот этот вот, который я иногда пользую, этот Кальвин Клейновский. Он для увеличения объема губ. Ну и он с мятой, соответственно. А тут, я не знаю, есть ли, конечно, мята, но он, конечно, очень вкусно пахнет. Он прозрачный, он такой прикольный, он хорошо наносится поверх какой-нибудь помады, делает такой вот интересный цвет. Но вот этот минус, что он мне не подошел из-за дискомфорта, оно и есть. Тут 10 мл. Это Фаберлик, Бьюти Кафе, кафе красоты, карамельная, пролинная, бальзам до губ. Тут совсем чуть-чуть уже осталось. Вот такой вот, даже не знаю, он прозрачный, такой, очень такой жирный, для тех, кто любит пожирнее. Ну и он, конечно, хорошо, наверное, увлажняет губы, но мне приходилось, я не могла его долго терпеть, я могла его выдержать максимум, вот эта запись видео, и то уже через силу, потому что это дискомфорт, грудь. В общем, что там, я Фаберлик несколько раз очаровал. Так, ну и, пожалуй, перехожу к духам. Первое, что у меня закончилось. Я тут поняла, что у меня духов слишком много, и новой покупать, наверное, нет резона, и лучше все-таки пользоваться то, что есть. В общем, у меня наконец-то закончилось. Три года назад или четыре уже я ее покупала на западном сайте Минька. Дольче Габбана Blue Light Туалетная вода, моя любимая. Единственное, что я пользовала в Дольче Габбанной, ну, вообще, то, что первое я у них пользовала и мне нравится, это Blue Light. Раньше моя сетра один мальчик дарил постоянно Дольче Габбанну, в общем, вот эти духи Blue Light. Ей, соответственно, Туалетная вода, конечно, извиняюсь, и они не нравились по запаху, она постоянно передаривала мне еще. Сначала, ой, ты не против, что я тебе передарю? Мне так нравится этот запах. Порядка лет 5, наверное, назад. И я вдруг поняла, что я очень их хочу, но полноценный флакон мне просто душила жаба эти 3000. Я что-то не помню, тогда 700, что ли, покупала. Ну, в общем, они до сих пор еще пахнут. Флакончик, конечно, я выкину, потому что, ну, у меня и так барахла дофига. Возможно, я потом себе куплю еще раз полноформатный флакончик, но вот я хотела тогда в Рив Гош, и я поняла, что в Рив Гош именно Blue Light не бывает. Там только какая-то всем известная императрица, которую я вообще не понимаю, но вот эти... А, да, кстати, может, ты не знаешь, аромат, он похож, он свежий, чуть-чуть горьковатый, он похож на натюре классического формата и фраше, похож на Summer White классический, ивановский, похож на русские духи, не знаю, фирму, называется Light Kakain. И вот это вся такая. Когда, допустим, ко мне пришла как-то подружка одна моя, давно года три назад она была надушена Summer White, я решила, что на ней Dolce Gabbana. Вот именно это. Очень похож аромат. Практически один в один. Но у меня пока есть натурели и есть Summer White. Так, у меня закончились наконец-то. Тут совсем чуть-чуть осталось. Кстати, ой, упала чередной и еще что-то упало. Ой-ой-ой, упала книжка японская и два тюбика моих. Надо было их все-таки на кровать кидать сейчас я гляну, что у нас тут с записью. Так, у меня есть, наверное, около шести минут. Я постараюсь вместиться в это видео, чтобы не сшивать. В общем, у меня наконец-то закончилась цветочная диска и фраше совсем чуть-чуть, но тут очень короткая трубочка, она заканчивается где-то до одной трети не хватает и, соответственно, до конца флакончика и нельзя уже никак подцепить. Тут у меня когда-то еще отварилась эта штучка, куда-то отпрыгнула, я ее уже просто так пальцем выпрыскивала. И я не знаю, конечно, с одной стороны очень жалко такой красивой бутылечки, я все время их хотела коллекционировать, эти цветочки цветочного диска, но с другой стороны я может оставлю себе максимум крючку, потому что барахло у меня действительно очень много. Очень классный цветочный аромат, немножко цитрусовых, это лимитка, которой уже давно нету, я хотела когда-то купить на авитон, но что-то там или ехать куда-то надо, но, в общем, плюнула в результате, думаю, пусть эти будут, буду медленно и печально их, так сказать, пользоваться, редко на метках. В общем, кажется, это лимитка 2011 до года, я как раз начала отниматься и фраше, и первые духи мне нравились вот эти красненькие, кстати, тоже у меня тут закончились, а потом я вот эти попробовала, и вот они у меня с тех времен, ну, естественно, снятость. Потом. Это у меня закончились очередные первые духи, которые мне очень понравились в фраше, которые я сама себе купила, потом полноценный флакон, у меня был то 50 мл, то 30 мл, сейчас у меня еще осталось 30 мл, я покупала тогда под Новый год в наборе, у меня даже маленький гелик еще остался, не открыто 50 мл, именно вот эти классические цветочные диски. Тут, кстати, ничего вообще нету, хотя вот, ну, вот эта информация, она говорит, что это во Франции сделано, но именно это, мне кажется, самый этот первый мой флакончик, а может не первый, ну, не знаю, какой-то такой, мне кажется, я вот 5 таких вот использовала за 6 лет бытия с фраше, классический вариант, тоже очень вкусный, они, в принципе, все немножко похожи, отличаются только синий, и еще один вариант, который я сейчас вам покажу, тоже у меня закончился, синий, он все-таки более насыщенный такой, действительно, ночной диск, это оригинальная диска, она мне очень нравится, его, в принципе, еще можно приобрести на сайте и фраше, это лимитка, извиняюсь, открыла, это лимитка цветочного диска 2012 года, она мне не понравилась, у меня было штук 5 таких вот, 50 мл, это 30 мл, но у меня было очень много таких, 5 флакушков 50 мл, я раздаривал в основном их, один даже отправила в поменяшках, он пахнет в основном как-то ближе к апельсину, все-таки тоже сладость, но вроде все то же самое, но что-то не то, в общем, он единственный цветочный диск, который мне не понравилось, выкидывать я его не стала, решила оставить себе, тогда доделывала, тут доделала совсем недавно, там чуть-чуть тоже осталось, трубочка до конца не доходит, поэтому достать проблематично, точнее никак, я знаю, что как-то можно вот эту штуку снимать, но у меня нет таких приспособлений, и как это снимать, я не представляю, как мне это сделать, чтобы достать, поэтому просто оставила там три флакончика по капельке, в общем, цветочная диска у меня закончилась 3 из 5, осталось только ночное и классическое красное, так, и последние духи, которые у меня будут в этой баночке, пустые, кстати, опять проверю время, там у меня совсем-совсем чуть-чуть остается, это вот я покупала, это райское яблоко по родительству с Apple, я покупала на Тинни Диле когда-то давно, уже не знаю, может года 4 или 5 назад, скорее всего в 2011 году, когда только начала заниматься этими интернет-покупками, тут тоже совсем чуть-чуть осталось, я его покупала, мне казалось, оно будет пахнуть, ну, таким свежим, типа зеленого чая, потому что ориентировалась чисто по цвету флакончика, и частичным китайским, там каким-то, или еще не знаю, каким отзывом, оно такое, не то чтобы свежее, не то чтобы сладкое, ближе к горькому аромату, такой запах, и на удивление, они очень стойкие, я не знаю, была ли это туалетка, или это все-таки были духи, стоили что-то они, не знаю, может они мне 2 или 3 доллара, по тем временам обошлись, сколько-то тогда, 30 рублей вроде доллар был, но, короче, меньше сотни они мне обошлись, тогда вместе с доставкой, причем, и они довольно стойкие, они держались около, на мне, вот чисто на мне, около 2 с лишним дней, на одежде, они, конечно, держались дольше, они у меня долго стояли, я их хотела уже кому-нибудь отдать, подарить, еще что-то, все что-то, никто у меня их не брал, в результате я их сама доделала, дожили до того, моего настроения, когда вот они мне понравились, я стала их пользоваться, в общем, такой немножко, запах такого непонятного табака, мне кажется, они все-таки унисекс, но такое специфическое, я даже не знаю, как передать просто аромат, но в принципе они мне нравились, я бы может даже коробочку сохранила, но баночек у меня их тоже, все-таки очень много, вот такой у меня был обзор, немножко сумбурный, как обычно, если вы досмотрели это до конца, то спасибо вам большое, если это было вам полезно, или чем-то интересно, то я очень рада, ну и до новых встреч, пока!